МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Вода кругом была. Вообще вот так вот льет. Потому что с пяти утра мы вообще все вот так на ушах. Теплосети не выдерживают первых морозов. Крупные аварии оставили без света и тепла тысячи барнаульцев. Игорь Салдан уволен. Громкие перестановки в Алтайском медицинском университете. В Барнауле скоро откроется самый высокий современный скалодрон. Две коммунальные аварии за сутки. В двух районах Барнаула, Железнодорожном и Октябрьском власти города ввели режим повышенной готовности. Из-за порыва на теплосетях в 30-ти градусный мороз без тепла по-прежнему остаются 2,5 тысячи человек. Когда батарея в домах потеплеет, узнавала Валентина Аскирова. Два дня назад еще говорим. Повозь, дни. Проснулись, а там почти Сайленд Хилл. Страшных существ, конечно, не было, но было жутко, вспоминает жительница многоэтажки по Горноалтайской 3 Зоя Яковлевна. Из-за аварии на теплосетях этой ночью подъезд и квартиры окутала паром. Вода кругом была. Вообще, вообще вот так вот льет. Потому что с пяти утра мы вообще все вот так на ушах. Было все мокрое, все мокрое, но все текло. В результате батарея стыли, света нет. Тепло уходит еще и из 25 многоэтажек. Это 2,5 тысячи человек. Еще пока не холодно. 21 градус, я сейчас смотрю на градусники. Понижается температура. Понятно, отопления нет. А у вас обогреватель есть? Есть, конечно, у нас все приготовлено. Мы старые люди, запасливые. Порыв на проспекте Ленина оставил без тепла и несколько детских садов. По словам завхоза детсада Соловушка, температура утром опустилась до 18 градусов. При норме в 21. В стенах детского учреждения находилось 19 малышей. Воспитатели искусственно нагоняли тепло при помощи обогревателей. До обеда родители забрали всех ребятишек. Ребятишек утром перевели. Неизвестно же было, что авария произошла. Поэтому вот на 2 часа сейчас всех распускают. У вас есть куда детку? Да, мы повезли к сестре. Коммунальные службы с 2 часов ночи работают на месте ЧП. За 4 часа удалось остановить выход горячей воды на поверхность. Затем аварийная бригада приступила к земляным и сварочным работам. Поврежденный участок трубы вырезали. Осталось заменить часть трубопровода. Для организации теплоснабжения мы разрешили управляющим компаниям сливать дома. Обратка у нас сейчас в настоящее время находится под давлением. То есть вот этими мероприятиями мы позволим несколько сохранить тепло в домах. И позволим дома эти не сливать для того, чтобы при запуске быстрее организовать теплоснабжение. Работы планируют завершить к 6 вечера. А затем начать восстанавливать подачу тепла. На это потребуется еще несколько часов. Будем стараться поддерживать температурный режим. По квартирный обход нам с вами даст возможность контролировать температуру в квартирах. Сейчас пока временный есть уже обход, есть средств 22-26. Поэтому это допустимая температура. И сделаем все возможное для того, чтобы в этот временной параметр уложиться. А между тем, как сообщает прислужба индустриального района, сегодня произошла еще одна коммунальная авария на теплосетях. В результате один детский сад и три многоквартирных дома по Павловскому тракту отключили от горячего водоснабжения. В настоящий момент авария там устранена. Горячая вода вернулась в дома. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. Мы будем следить за развитием событий. А вот в квартирах яровчан уже скоро должно потеплеть. Накануне в город было направлено 2000 тонн угля из резервного запаса. В ближайшее время на ТЭЦ придет крупная поставка сырья из Междуреченска. 4 тысячи тонн есть. Ждем еще тысячу тонн. А 6,5 тысячи тонн ждем, должны встать под погрузку. Расход угля 500-550 тонн при такой низкой температуре сейчас. Как сообщили в прислужбе, в последние дни в домах было прохладно, так как уголь из прошлой партии был влажный. Настолько, что в котельной использовали мазут для его горения. В соцсетях жители делились комментариями, у кого какая температура в квартирах. В среднем она составляла 17-20 градусов. У некоторых жильцов термометры показывали все 14. Потепление сотрудники ТЭЦ и мэрии обещают уже сегодня. Прокуратура Барнелла проверяет, соблюдают ли власти города закон при содержании дорог. Учитывая наступившие погодные условия, поступает немало жалоб от жителей на то, что дороги чистят плохо. Сложная ситуация и в Бийске. За последние двое суток снежный покров там превысил декадную норму в два раза. С улиц города вывезено почти тысяча кубов снега. Подробности в сюжете. Уже к обеду 19 ноября в Шубинском и Новогонной от ночной работы дорожной техники не осталось и следа. Между тем на этих улицах, полученной от дорожников информации, всю ночь работали 12 единиц техники, включая погрузчики. В целом по городу в ночные часы со снегом боролись 14 тракторов. К полудню по сводкам дорожников еще не вернулись заступившие на смену водители грейдеров, обслуживающих направление Сорокиной-Жаворонки. Из ночной перешли в дневную смену три пескоразбрасывателя. Не успевают очищать остановки, пешеходные переходы и дорожные рабочие. Ну какие тротуары, о чем говорят? Вон тропинка сами люди протоптали и все на этом. Вообще ужас. Кошмар. Другого слова не скажешь. Ну кое-где чистят, да. Ну утром вот здесь не было. Очищены, сейчас вот почистили. А вот меж дома плохо вообще. Не пройти дороги. Плохо. Плохо между домов вот. Отвратительно. Можно упасть и ноги сломать, и руки, и транспорт. Может не успеть затормозить. Очень отвратительно. На дороге еще более-менее. А вот тротуары не чищены. Тяжело. Нет, нигде не чищены. У нас здесь нет. Бича не вязнут на тротуарах, автобусы не имеют возможности подъехать к остановкам. По данным алтайских синоптиков, в Бийске меньше, чем за двое суток выпало около 70% осадков от 10-дневной нормы. Высота снежного покрова превышает средние ноябрьские показатели в два раза. Отметим, что уже определены и согласованы с экологами места складирования снега. Напротив северного кладбища, неподалеку от Нового моста, в районе Малого Гринева и в промзоне, рядом с очистными сооружениями. Во время рейда по городу из-за гололеда попал в аварию автомобиль с нашей съемочной группой. Водитель машины, идущий следом за нами, не рассчитал дистанцию. И, кстати, за три с половиной часа рейда по Бийску в объектив камеры не попала ни одна единица дорожной техники. Марина Волкова, Андрей Сегаев. День с толком. Минздрав России расторг соглашение с ректором Алтайского медуниверситета Игорем Салданом. Об этом сообщила новая исполняющая обязанности главы вуза Ирина Шереметьева. Та самая, которую летом скандально уволили из вуза, так как, по оценке экспертов, она составляла Салдану реальную конкуренцию. Я сегодня увидела приказ подписанный. Прилетели представители Министерства здравоохранения и привезли приказы. Один приказ на Игорь Петровича, второй приказ на меня. Приказ министра здравоохранения сегодняшним числом, действующий ректор, с ним расторгается, скажем так, трудовое соглашение. И я с завтрашнего дня приступаю к работе. Когда выборы, ну, решает дальше Министерство здравоохранения, то есть нас пригласят. Завтра Ирина Шереметьева займет свое место в кабинете вуза и вряд ли это сразу будет кабинет Салдана. Тем не менее, с завтрашнего дня исполняющий обязанности будет вникать в дела медуниверситета и готовиться к выборам. Кстати, по словам Шереметьевой, несмотря на отстранение, Игорь Салдан имеет право выдвигать свою кандидатуру на пост ректора. Когда состоятся выборы, по-прежнему неизвестно, хотя пройти они должны были еще летом. Продолжим. Сегодня у 11-ти классников был последний день, чтобы определиться с темой итогового сочинения. Это первый шаг к аттестации, который пройдет в конце года. Пишут сочинение уже пять лет все выпускники школ. Результат может влиять на сумму баллов ЕГЭ, если сочинение будет засчитано как индивидуальное достижение ученика. Сам экзамен пройдет 4 декабря, ну а сегодня наши корреспонденты отправились туда, где, возможно, растут новые Булгаковы или Ахматовы, ведь темы, на которые предстоит порассуждать ребятам, вечные. Мы в лицее, где не рисуют на партах, а лишь на стенах санкционировано. В свободное от учебы время работают волонтерами в больницах и в созданной своими руками литературной студии гадают на стихах. Марина Цветаева, ты расскажи нам про весну. Грешна любовь, страшна любовь. Сбудется желание. Ну, видимо, любовь, весна, все дела с приходом весны. Буду ждать. Воспитывают только умных подростков в педлицее. Ну, а может, нам посчастливилось встретить лишь отличников. С темой сочинения большинство определилось легко. Но о чем еще писать в таком возрасте? Рассказать, какова любовь на самом деле. Какова? Ну, смешанные какие-то чувства, когда вспоминаешь это слово. Какие-то буря, эмоции. Вот эта вот вся страсть вся. Это универсальная тема. В практически любом произведении можно найти массу примеров. Гордость и предубеждение. Джейн Остин. Кто еще? Евгений Онегин – это классика. Война и мир – тоже классика. Там можно очень многое найти. Джейн Эйр в том числе. Почему нет? Ты влюблялся уже сам? Да. Всего направлений для сочинений пять. Война и мир, добро и зло, надежда и отчаяние, гордость и смирение и излюбленная он и она. Зачет – не зачет, но основных критериев оценки два – количество слов и самостоятельность работы. А еще смотрит, раскрыл ли тему, много ли обращался к литературе, на выразительность и грамотность. Списывают? Ну, при нас не списывают. Как они это делают, я не знаю, но вообще они очень хорошо понимают. За списанную работу они могут получить незачет, потому что каждое сочинение на антиплагиат проверяется. При поступлении в ВУЗ независимая комиссия может просмотреть сочинение в базе данных еще раз и поставить за него дополнительные к ЕГЭ баллы. Экзамен пройдет во всех школах страны в крае 4 декабря и что-то подсказывает, что этим ребятам волноваться уж точно не стоит. Евгения Даровская, Александр Антропов. День с толком. Самый высокий и современный скалодром за Уралом откроется завтра в Барнауле. Стоимость его тоже высока – около 27 миллионов рублей. Позволит ли он алтайским альпинистам достичь новых высот и почему его строительство обошлось в такую приличную сумму, выяснял Илья Кочетков. 16 метров в высоту, общая площадь 100 квадратных метров. Самые разнообразные трассы, попроще для начинающих и посложнее для профи, таких как альпинист Дмитрий Гребенников. Он уже который год представляет Россию на международных соревнованиях и подтверждает новый скалодром – конструкция мирового уровня. И по качеству, и потому что только здесь будет, сейчас готовят основу, так называемая трасса «Эталон». Первая и пока единственная, опять же, в крае, она позволит проводить соревнования высочайшего уровня. На этой конструкции могут проводить соревнования вплоть до Кубков мира по скалолазанию, в том числе на скорость. Вот та дисциплина, которая недавно стала олимпийской. И также, вероятно, очень возможность установления мировых рекордов на этой конструкции после процедуры сертификации определенной. Многих неспециалистов поначалу шокировала стоимость объекта. Напомню, около 27 миллионов рублей. Деньги небюджетные, выделены благотворительным фондом поддержки Олимпийцев России. Дмитрий поясняет, требования к безопасности и качеству настоящего скалодрома высочайшие. Поэтому каждая копейка обоснована. Проект очень основательный. Начиная с фундамента, здесь огромный фундамент, плита, плюс металлоконструкция, заказанная на заводе металлоконструкции, произведена специально, с учетом всех требований. Панера со специальным покрытием зацепов огромное количество. Всего в России таких скалодромов три, включая наш. А в следующем году планируется возвести еще один в Горной Белокурихе. Многие любители скалолазания встревожились. Значит ли это, что теперь закроют старый скалодром в парке Изумрудном? Дмитрий уверяет, он еще очень пригодится для особого направления в альпинизме – ледолазания, которое сейчас активно развивается в Алтайском крае. Старый, но не бесполезный. Скалодром в Изумрудном еще на какое-то время останется единственным местом в городе, где можно проводить настоящие ледовые тренировки. Совсем скоро здесь начнут заливать сосульку, так называемую, и начнутся тренировки и даже соревнования. Открытие же нового скалодрома состоится, несмотря на мороз, завтра. Организаторы обещают яркое представление. Гостей ждут выступления лучшей скалолаза в крае и даже праздничный салют. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком.